Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на портале exeget.ru и сейчас мы с вами поговорим о мессианском пророчестве, которое находится в двадцать девятом псалме. Это у нас четвертый стих, давайте его прочитаем в синодальном переводе и потом попытаемся понять, о чем идет речь. Господи, ты вывел из ада душу мою и оживил меня, чтобы я не сошел в могилу. Когда читаешь этот текст, он там привычен, потому что мы часто читаем псалтирь и пробегаем глазами. Но если читаться этот текст, то встанет вопрос, а почему псалмопевец говорит о аде? Но если это псалмопевец, то он человек благочестивый, как он может отправиться в ад? Давайте с этим разберемся. Если спросить у любого современного человека, который задумывается о своей посмертной участи, то как человек понимает, куда отправится душа после смерти? И ответ будет такой. Если человек жил благочестиво, то его душа отправляется в рай. Если он жил неблагочестиво, то его душа отправляется в ад. Ну, именно так мы представляем посмертную участь человека сейчас. И нам может показаться, что так было всегда. С момента грехопадения, с момента того, как пришла в мир первая смерть, праведники отправлялись в рай, а грешники отправлялись в ад. Но на самом деле это не так. Если читать Священное Писание Ветхого Завета, то можно отметить следующее, что, во-первых, Библия очень мало говорит о посмертном существовании человека. Но если речь все-таки идет о том, что происходит после смерти, то Ветхий Завет говорит об аде или о могиле. И тут получается, что, читая Священное Писание Ветхого Завета, понимаешь, что люди верили, что после смерти душа отправится в ад. Все души. Давайте разберемся. Значит, если мы обратимся к русскому переводу Библии, то мы там прочитаем действительно ад. Если мы обратимся к греческому тексту, откуда и пришло слово ад к нам, то там будет стоять то же самое слово адес. Но если мы обратимся к Ветхому Завету на еврейском языке, то там будет стоять слово Шеол. И вот здесь начинаются определенные сложности. А что такое Шеол? Почему сложности? Потому что я уже говорил, что Ветхий Завет, он не объясняет подробно, что же означает, что происходит с человеком после смерти. Что такое Шеол? И Библия просто говорит по Шеол. Из-за этого возникают определенные трудности при толковании. Появляются разные мнения, что же на самом деле является Шеол. И среди христиан есть разные объяснения, что такое Шеол. Одни говорят, что это все-таки человек продолжит свое существование. Другие говорят, что никакого существования нет. Шеол это просто могила. И чтобы разобраться, что такое Шеол, нужно обратиться к мифологии и вообще к религии соседних с евреями народов, у которых тоже есть представление о Шеоле. Так вот, они говорят о том, что Шеол это то место, куда отправляются все, все-все-все люди, и грешники, и праведники. Они оказываются в этом Шеоле. В Шеоле ничего хорошего нет, там нет жизни. Жизнь похожа на такой полусон, полуявь. И самое главное, там нет богов. Это вот представление соседних с евреями народов. Сравнивая представление о Шеоле у других народов со словами Библии, Библии, то скорее всего евреи верили именно так, что Шеол это то место, куда отправляются души всех-всех умерших, там ничего хорошего нету, и смерть это плохо. Почему? Потому что смерть возручает человека с Богом. Когда Библию переводили с еврейского языка на греческий, тут возникла вот проблема, а как передать это слово Шеол, чтобы оно было понятно грекоязычным людям. И тогда использовали слово ад, именно то слово, которое использовали греки для описания посмертной участи. Вот тот самый царство мрачное Аида, это как раз вот то же самое, что шоу. И если мы вернемся к этому тексту, то о чем говорит автор буквально? Он говорит следующее, что «Господи, ты спасешь меня от смерти, то есть я не окажусь в могиле, я не сойду в шоу». Автор не говорит, конечно, о том, что он умер, а потом воскрес. Нет, все-таки речь автора поэтическая, и он имеет в виду, что он как раз-то не умрет и не сойдет в шоу. Похожий текст находится в 15-м псалме, где тоже автор говорит «Ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему видит ление». Но этот стих, как и стих 15-го псалма, христианской экзегетикой понимается как указание на мессию. То есть, как бы, один и тот же текст имеет и буквальное прочтение, и прочтение духовное, небуквальное, или, если так уж говорить, то это такое прочтение называется типологическое или прообразовательное. Это слова Христа. Когда Христос умер, то как человек, он идет путем, по которому проходили все остальные люди, он отправляется в шоу, он отправляется в ад. Он спускается туда, и можно сказать, что ад празднует победу. Почему? Потому что Христос, Иисус из Назарета, это тот, кто столько сделал плохого для ада, сделал столько плохого для падших духов. И вот он спускается, как обычный человек. Но Христос — это не обычный человек, это богочеловек. И вместе с человеческой душою в ад сходит сам Господь. И ад не может вместить Бога, и Бог разрушает Шеол, разрушает ад. Он забирает души всех праведников, тех, кто ожидал Христа, и выводит их уже на небеса. И теперь появляется вот это разделение. Грешники отправляются в гиену вместо мучений, а праведники отправляются на небеса вместо блаженства. И здесь уже можем увидеть другое понимание. Иисус Христос говорит о том, что Бог вывел его из ада, он его оживил, то есть воскресил, и Христос является победителем ада. Хорошо, мы с вами разобрали 29-й псалом, 4-й стих, мессианский стих. Спасибо вам за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин, и мы с вами были на портале exget.ru. До свидания. Дмитрий Георгиевич Добыкин